Сегодня Владимир Путин поручил Минсельхозу оказать властям Крыма и Севастополя поддержку в распределении субсидий на развитие сельского хозяйства. В местные бюджеты на решение проблем отрасли уже перечислили около 500 миллионов рублей, но для перевода этих средств фермерам пока нет нормативно-правовой базы. Как улучшить качество товаров, которые производят в нашей стране и создать условия для добросовестной конкуренции? Какие проблемы не дают развивать бизнес и получать прибыль? Эти вопросы были в центре внимания президента. На Ставрополе Владимир Путин обсудил сельское хозяйство с теми, кто кормит Россию. Разговор проходил в неформальной обстановке за столом, накрытым в поле. Все подробности у Ильи Кустина. Гул комбайна в палящее солнце и спелый, словно налившийся золотом колосья. Уборочная кампания в Ставропольском крае в самом разгаре. По качеству зерна и рассчитанной экономической отдачи колхоз России один из самых преуспевающих на Северном Кавказе. Предприятию уже 90 лет, но оно до сих пор сохраняет статус колхоза. Землю, как это часто случалось в 90-х, не распродали по частям. Она, как и вся техника, находится в коллективном управлении. 18 тысяч гектаров пашни. Чтобы представить масштабы, достаточно сказать, что это примерно 30 тысяч футбольных полей. Чемпионат по уборке урожая только начинается. В поле, где сейчас убирают азимый ячмень, побывал сегодня Владимир Путин. Президент ознакомился с тем, как идет жатва. А затем вместе с комбайнерами выпил чаю и побеседовал на открытом воздухе. Надо рентабельность положить. И эффективность. Это я согласен. Резервы здесь, ну просто-просто. Это, во-первых, сознание. Но для того, чтобы это... Надо технику. Знаете, у нас что получается? У нас получается, что в целом сельхозотрасль, она рентабельна. Она рентабельна, рентабельность приличная. Но если субсидии убрать, то рентабельность минусовая сразу. Говорили на самые разные темы. От социального обеспечения тружеников села, сельхозкредитов и их субсидирования, до качества продукции и введения технических регламентов. Кто-то производит молоко и производит натуральное, не добавляя туда ни растительной жиры, ничего, конечно, есть даже чувство обиды. Мы за решение принимали года 3-4 назад. Позитив пошел. И цена, и спрос на нашем молочко увеличился. Сегодня счетчик какой-нибудь. Так же точно не хватает. Я бы на той продукции, которая является восстановленной, или вообще-то с добавлением растительных жиров, я бы такими буквами писал, как курение. Опасно для вашего здоровья. Ну так, чтобы потребитель видел реальные буквы. Да, совершенно верно. Не мелкими буквами. Совершенно верно. Не мелкими буквами, да, абсолютно верно. Участники встречи попросили оставить их колхозу на звание «Россия», которое он носит уже более 60 лет. В связи с введением новых законодательных норм с этим возникли проблемы. До последнего времени вышли постановления, что символику Россия не использовала. Ну, будьте, пожалуйста, в своем вычисляющем указе. Создайте, чтобы нас не тормали, чтобы мы Россия... Сергей Ильич, в рамках действующего закона, обещаю вам, придумаем обязательно такой вариант, который даст вам возможность создать символику. После встречи с работниками колхоза Владимир Путин отправился в Ставропольский аграрный университет. Во внутреннем дворе вуза выставили образцы экспериментальной сельхозтехники. Тракторы, комбайны, опрыскиватели. Особый интерес вызвала станция скорой ветеринарной помощи. Это и диагностический центр для животных, и даже реанимобиль. Мы выезжаем в хозяйство или на вызов, когда вас вызывают на дом. Это у нас генетологический анализатор, мы делаем анализ крови за две минуты. Это дефибриллятор, который также оснащен электрокардиографом. Ты показывай, показывай. Не, не, не надо. Не, не, он показывает, Владимир Путин. Вы делаете на франции? Обязательно. Работаете? Это скорая ветеринарная помощь. После осмотра выставки президент провел совещание, посвященное развитию сельского хозяйства. Необходимо повышать качество внутреннего рынка, внимательно следить за ценообразованием, устранять недобросовестную конкуренцию, контрабанду, наконец, и использование фальсификаторов. В конечном итоге это прямо сказывается на качестве продуктов, которые покупают и потребляют граждане России. Владимир Путин призвал доработать механизм выделения субсидий для регионов на поддержку сельского хозяйства. Этот аспект в докладе главы Минсельхоза Николая Федорова, который сообщил, что зачастую деньги из федерального центра не доходят до сельхозпредприятий, вызвал критику главы государства. В чем проблема-то? Вот это непонятно. В чем деньги получили? Почему не отдают? Это трудно объяснить. Надо их спросить. Или не очень актуально, не очень приоритетно эта тема? Или не очень... Ну как не приоритетно? Наверняка производители ждут денег и думают, что мы задерживаем. А мы не задерживаем. Правительство вовремя перечислило. Почему они сидят в регионах, когда дальше не поступают? Объяснения разные. Отсылаются на местные Минфины. Должны быть инструменты доведения денег до исполнителя. Иначе зачем мы туда направляем эти средства? Они где-то там застревают, зависают, гуляют где-то там. Но другие цели направляются, наверное. Но и, Николай Васильевич, и Ваша тоже роль здесь должна быть в своевременном. Надо понимать, готов регион действовать или не готов. И в своевременном должны вам предоставлять отчетность какую-то. О подготовке к этому процессу. Заранее причем. Заранее. Иначе так и будут деньги зависать. Посередине. Спросили президента и о том, какой будет наша позиция в связи с намерениями Киева подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Россия будет жестко отстаивать свои интересы, ответил Владимир Путин. Это касается не только сельского хозяйства, но и практически всех отраслей промышленности. Мои контакты с руководством Еврокомиссии, с господином Борозу, привели к тому, что мы договорились о начале таких трехсторонних консультаций на экспертном уровне. Я, правда, не очень понимаю, что такое экспертный уровень, но будем исходить от того, что это как минимум уровень начальников департаментов, министерств, либо замминистров. В связи с подписанием этого соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза у нас в России могут возникнуть определенные проблемы экономического характера. И мы не сможем сохранить, это уж точно совершенно, так называемую нулевую ставку возных таможенных пошлин. Есть и другие тяжелые последствия для нас, которые мы должны будем купировать. И это ничего общего не имеет с политикой, либо с выбором того или иного государства, как ему развиваться. Пускай делают так, как считают нужным. Это суверенное право и выбор каждой страны, каждого народа. Говорили и о необходимости внедрения новых технологий. Один из примеров такого умного подхода к земледелию – летательный аппарат «Героплан». Оснащен тепловизором, устройствами инфракрасного и ночного видения. На снятой самими ребятами видеопрезентации хорошо видно, как много у нас плодородной земли. И как много возможностей открывается перед теми, кто хочет работать на ней на совесть и с душой. Илья Костин, Сергей Золотавин, Николай Волков, Марина Елисеева. Первый канал. Ставропольский край.